Интерстициальный нефрит Причины возникновения Симптомы Специфических симптомов интерстициального нефрита не существует. Часто патология сопровождается такими симптомами, как общая слабость, высокое потоотделение, повышение температуры тела, головная боль, озноб, сонливость, ломота в теле, боли в поясничной области, тошнота, потеря аппетита, повышение артериального давления, увеличение образования мочи, резкое снижение объема мочи. Виды заболевания По механизму развития интерстициальный нефрит бывает первичным и вторичным. Первичный интерстициальный нефрит развивается без предшествующего поражения почек. Вторичный интерстициальный нефрит появляется на фоне какого-нибудь другого почечного или внепочечного заболевания. По этиологии интерстициальный нефрит бывает токсикоаллергическим, постинфекционным, аутоиммунным и идиопатическим. Диагностика При подозрении на наличие тублоинтерстициального нефрита необходимо обратиться к врачу-урологу. Лечение В форме тублоинтерстициального нефрита больному назначаются препараты, улучшающие микроциркуляцию в почках. В отдельных случаях показан прием гормональных препаратов. Больному следует соблюдать обильный питьевой режим и диету. Осложнение 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 Осложнение